Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блок. Ну что, я пришла в нашу квартиру, вот покажу вам сейчас интерьер, мы ее сейчас сдаем. Я вот пришла тут все проверить, кое-что взять, какие-то вещи, поэтому приглашаю вас на экскурсию по нашей квартире, которую мы сдаем. Ну что же, вот я зашла, здесь на первом уровне, на самом главном. Первая туалетная комната, санузел, здесь санузел. Все, что необходимо, гладильная доска, утюг, обогреватель, потому что, честно говоря, в Сиднее нет центрального отопления, поэтому бывает очень холодно. Здесь стиральная машина, все необходимое для стирки, сушилка, если кто-то захочет посушить белье. Дальше проходим сюда, и это такая уже как бы студия. Студия с кухней, холодильник, микроволновка, плита, духовка, приборы, в шкафчиках все необходимое, бокалы и так далее. Дальше, тостер, чайник, посудомойка обязательно, конечно. Дальше здесь у нас, если кто-то любит кофе, Неспрессо аппарат для кофе, быстро и удобно. Кое-какие книги, пульт для телевизора, для DVD-плеера. Там вот интернет-модем стоит. Здесь телевизор в таком красивом сундуке, он у нас стоит, антикварном, мы его решили не брать. Мы даем квартиру, ну, иногда на месяц, иногда на две недели, то есть это, ну, не постоянно здесь люди живут, одни и те же. То есть это больше как в гостинице получается. Мы всегда делаем такие комплименты, бутылочка вина и два бокала, завтра люди заезжают, кондиционер, дальше вот там балкон первый. Здесь очень красивый вид, сейчас я вас провожу. Ну, на мой взгляд, красивый, это не океан, но мне так нравится. Это самый центр, вот там вот метро, и вы можете доехать, ну, прям буквально за секунды до самого-самого центра, или же прогуляться, это, ну, минут 15. Мы обычно, когда здесь жили, все время гуляли. И сейчас здесь у нас прокладывают, видите, монорельс, будут рельсы, будет ходить еще помимо поездов, будут ходить троллейбусы, по-моему, да? Вот там такие кипят, кипят работы. В общем, будет очень здорово. Мне нравится, мне нравится этот вид, мне нравится шум города, это очень здорово. Квартира солнечная, квартира такая, ну, по-моему, артистичная. Здесь стоят два вот таких, тут сушится коврика, два креслица, столик, если кто-то захочет посидеть. Так, прикрою штуру. Так, дальше, если мы с вами поднимемся наверх, там будет еще одна комната, но она сейчас закрыта, но она, как правило, закрыта, потому что там хранятся наши вещи, которые мы не увезли с собой. Здесь у нас, ну, лежат гиды по Сиднею, карты, всякие предложения, ресторанчиков, потому что люди, когда приезжают, очень удобно что-то заказать домой и так далее. Вот там эта комната, я вам сейчас покажу просто выход на большой балкон. Обычно, ну, как бы, когда мы тут жили, в этой комнате спал наш мальчик, наш сынок, а сейчас она просто закрыта, там такой небольшой склад, я туда вас не поведу. Но я поведу вас на балкон, вот такой вот огромный балкон. Мы когда здесь жили, все время были здесь вечеринки, но сейчас, не обращайте внимания, здесь грязно, здесь еще не убирались. Вот. Вот такой балкон у нас стоял здесь, барбекю, мебель. Ну, так как мы сейчас здесь не живем, этим балконом никто не пользуется. И вот тут вот я вам покажу лучший вид. Вот та башенка, вот так, это Вестфилд, это вот прям центр, самый-самый-самый центр. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Гости обычно туда даже не поднимаются, там висит такая штора, то есть туда мы не ходим. Такой вот диванчик, моя сумка, две таких полочки, моя обувь, тут мусор. Еще одна моя картина, вот такая девочка, картины уже старые, поэтому... Ну, я их тут оставила, короче. Так, это уже спальня. Когда мы здесь жили, мы здесь спали. Плотные шторы, потому что... Потому что очень-очень солнечно. И вот такая спальня, давайте я вам сниму ее сначала сверху. Здесь настольная лампа, две наших антикварных двери, которые мы не увезли. Такая вот кроватка. Стульчики. Мерлин Монро. Я люблю Мерлин Монро, и вот даже вот нарисовал ее портрет. Надо бы его поправить, чтобы он криво висит. Дальше вот здесь под лестницей такая вот книжная полочка. Я оставила здесь кое-какие книги, не стала все забирать с собой. Потому что люди приезжают, людям надо чем-то заниматься. И вот здесь вот они могут почитать. Некоторые даже оставляют свои какие-то книги. Здесь еще одна дверь. Еще одна моя картина. Вот такой вот желтый, ярко-желтый. Это мы с сыном разукрашивали его. Я помню, было очень жарко ходить на улицу. Ну, было вообще нереально жарко. И мы не знали, чем себя занять. И разукрасили вот так вот шкаф. Это вот я в своей теплой курточке. Потому что, несмотря на солнце, все-таки холодновато. Вот такой вот комодик. Раньше у меня здесь хранились мои духи. В полочках косметика хранилась. Вот таких вот выдвижных. Сейчас это просто вот такой комод. Здесь система шкафов. Я закрыла все. Внутри там пылесос, вешалки. Давайте открою одну дверь. Вешалки. Я тут не буду открывать. Подушки, если нужны. Ну, кому-то экстра. Еще одна моя царевна. Вот вы говорите картины. Вот я вам показываю. Но это очень старые мои работы. Это все холст масла. Им, наверное, уже лет 150, наверное. Здесь, если необходимо, повесить одежду, вешалки. Здесь система хранения, хранятся полотенца, если вдруг будет не хватать постельное белье и так далее. Все чистенькое, наглаженное. Здесь вот такой красивый ловец снов. Не знаю, все, хочу его забрать домой, к нам. Но мне кажется, он здесь так красиво висит. Пусть висит здесь. И спальня. Ой, спальня. И еще одна ванная комната. Так, ля-ля. Еще одна ванная комната. Тут уже ванна. Раковина. Душевая кабина. Журнальчики, если кто-то захочет почитать. Ну, бумага туалетная. Как без нее. Ну, тут так все простенько. Ну, чисто. Обычно, если люди останавливаются ненадолго, как раз вот все самое необходимое у нас есть. Вот такой вот этаж. То есть, вы понимаете, обычно, когда приезжают к нам гости, они живут, кушают там наверху, ужинают. А потом поднимаются, ой, а потом спускаются, а потом спускаются и ложатся спать. Вот. Вот такая вот квартира. Долго мы в ней жили, года, наверное, на четыре. Но вот потом пришлось, ну, не пришлось, решили переехать. Надеюсь, вам понравился такой тур. Решила вот вам показать. По-моему, очень интересно. Я сама люблю смотреть всякие такие рум-туры. И обязательно покажу наше новое жилье, где мы сейчас снимаем. Покажу нашу квартиру. Она совсем другая, она больше. По-другому вообще. Другой стиль. Но мне и вот этот стиль близок. И тот стиль, в котором мы сейчас живем. Так что, такие дела. Расскажу немножко, как вообще мы ее покупали. Ну, если кому-то интересно. Помню, мы ходили очень-очень-очень-очень долго на просмотры. И, ну, что-то нравилось, что-то не очень. Но вот эта квартира понравилась своей необычностью, что она была вот такая трехъярусная. Три уровня здесь. Показалось это так вот, ну, прикольно. Подходила под наш характер. И, опять-таки, было очень близко к нашей работе. Мы тогда работали вместе с мужем в Сити. И ходили всегда пешком. Вот прям ходили и ходили пешком. Ну, иногда там, когда ему нужно было быстрее, он брал такси. Ну, я обычно ходила пешком. Очень такая была приятная прогулка. Я брала кофе по пути, вот шла и пила, и шла на работу. Это очень здорово. В Сиднее вообще вот так вот походить, это красиво. Красиво, здорово. Вот. А потом, пожив здесь, ну, года четыре мы здесь жили, она маленькая нам показала... Ну, не то, что показалось. Оказалось, когда мама моя приезжала, было не очень так просторно, да, было, можно сказать так, тесновато. Но, слушайте, в тесноте, не в обиде. Все равно, когда гости, это здорово. Вот мы потом переехали. Мы потом переехали сначала в одну террасу, сейчас в другую квартиру. И вот эту сдаем. Иногда я сюда прихожу, там, проверить какие-то вещи, что-то забрать. Ну, и всегда такая у меня приятная ностальгия. Надеюсь, вам понравился такой рум-тур. Пишите, если будете в Сиднее, пишите, приезжайте к нам сюда. Поселим. Пишите, если будете в Сиднее, пишите, приезжайте к нам сюда.